Всем привет! Помните, как года три назад мы вместе с моим братиком Римусом снимали прикольные видосики, где мы повторяли различные скриншоты из аниме? Ой, какой он миленький, да? Вот, да, только нам нужно, чтобы кто-нибудь подкинул мне волосы Он стоит, а ты к нему подбегаешь Просто я типа вот так вот? Да, да, и когда ты подбегаешь, у тебя волосы готов? Мы это делали чисто по рофлу, по фану, и я так подумала, хм, а почему бы не сделать то же самое, но с полным повторением образов персонажей? И мне, и вам эта рубрика очень нравилась, поэтому надо снимать ее опять И с братиком видосики надо бы поснимать, да, ставь лайк, если хочешь видос с Римусом Так вот, в этот раз у меня появилась идея повторить кадры из аниме Чобиты Кто-нибудь еще помнит это аниме? Оно достаточно старое, но подписчики в моей группе ВКонтакте, когда я выставила самый первый пост с Чи, были очень рады, что я сделала косплей по этому старому аниме Я выбрала для этого видеоролика скриншоты из самой первой серии аниме, ну и давайте скорее начнем подготавливать образы Первым делом я займусь париком Укладка у персонажа очень простая, нужно всего лишь придать объем челочке, ну и сделать пышные боковые пряди у лица Для этого я использую лак для волос, расческу с мелкими частыми зубчиками и утюжок для волос с насадкой гофре А, ну и ножницы, конечно же В магазине с дешевой одеждой я нашла белую оверсайз футболку по очень вкусной цене, которая также нужна мне для этого образа Кстати, в подобных магазинах я еще часто беру обувь для переделки под персонажей На Алиэкспресс я заказала аксессуары для этого косплея и мне очень нравится их качество За эту цену я считаю просто идеально, потому что если заказывать 3D печать, выйдет раза в два дороже Упакованы все детальки просто отлично в плотную коробочку и пластиковый блистер На Алике, кстати, были еще такие ушки и штуки на волосы из фоамирана, но, если честно, выглядели они максимально не очень Поэтому вот этот вариант самый идеальный из того, что можно найти на Алиэкспресс Ну и для контента на мой бусте я еще прикупила вот такие вот миленькие панцу с цветочками и бантиком Тут еще и кружево есть, ну просто идеально Для персонажей Хидеки мне нужно было найти зеленый свитшот И тут нам на помощь пришел брат Сережи, который одолжил нам свой для этого видеоролика Цвет, конечно, не совсем идеальный, но в целом пойдет Итак, все образы готовы и совсем скоро мы с вами отправимся в фотостудию, где начнется самое интересное Поэтому обязательно смотрите видео дальше и никуда не уходите Но перед тем, как мы с вами отправимся в студию, я хотела бы познакомить вас с очень интересной книгой, которая 100% вам понравится Восхождение фениксов это популярный китайский роман, который написала писательница Тянься Гу Юань И она, кстати, является одной из самых популярных писательниц в Китае С этой историей вы окунетесь в атмосферу древнего Китая с его пленительными пейзажами, роскошными пагодами Окажетесь в центре дворцовых интриг и примете участие в битве за трон Ну и, конечно же, влюбитесь Эта история сопровождается шикарными иллюстрациями персонажей в традиционных китайских нарядах на мелованной бумаге и запечатанными форзациями Данная книга выглядит просто бесподобно, начиная с обложки и заканчивая внутренним содержанием Если честно, я уже хочу себе эту красоту на полочку с моей коллекции книг Кстати, ребят, на Восхождение фениксов есть дорама от Netflix, в которой принимают участие известные актеры И данная дорама стала популярна не только в Китае, но уже и в России Для моих любимых зрителей у меня есть специальный промокод, с помощью которого вы сможете приобрести данную книгу по очень вкусной цене в период с 25 мая по 8 июня В скором времени нас еще ожидает вторая часть, поэтому успеете ознакомиться с историей по ссылочке в описании к этому видеоролику Ну а мы едем в студию повторять кадры из аниме Спросите меня, почему так много вещей? А все потому, что в этот же день мы снимали еще один образ Это была Куки Синобу из Агрегеншин Импакты На моем канале, кстати, есть отдельное видео о том, как я создавала этот образ Оно получилось очень интересное и полезное, поэтому обязательно его посмотрите, как только закончите просмотр этого видеоролика Мы с вами будем макияжиться перед фантасосией Кстати, зацените футболку, очень nice Что, у нас Дрю мне засунило? У меня сегодня необычный реквизит для фото Но ты тоже зеленый, как цветочек Блядь, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята Сережа, 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 Сережа Ты из какого аниме сегодня? Гигапупа что-то Что такое аниме гигапупа? А, как они там? Чилибобики? Я чилибобик каста Предлагаю начать с вот этого, он самый легкий Потом перейдем к чему-нибудь пожестче Ну это так, чисто по рофлу, по приколу, ребята Мне кажется, это будет легко Как ты считаешь? Мы сможем это повторить? Изи, с первого дуга Тут, кстати, в студии двери с окошками Прям то, что надо Только они не зеленые, конечно, ну ладно И футболка превращается в элигантное платье Ну да Да ты не присаживайся Выпьюсь, максимально Так Ага, дальше О, позже Напоследок мы оставили самое сложное Самое лютое Самое вообще капец Ну, будем делать Правда, пол холодный Поэтому я предлагаю делать это на диване Потому что я не хочу заболеть Как бы, сори, конечно Так, подожди на вас Похожи? Да Пусть на тебя А, ты спишь вообще? А, я включена Помимо того, что мы повторили сцены из аниме Мы еще сделали целую фотосессию В этих образах Которую вы можете посмотреть в моей группе ВКонтакте А мои подписчики на Бусте Видели, так сказать, вырезанные сцены Из этого аниме Которых нет в открытом доступе Так что, ребята Если вы не хотите пропускать все самое интересное То обязательно подписывайтесь на другие мои странички По ссылочкам в описании Или же в закрепленном комментарии Смотрите, какое у меня раздражение пошло после скотча Вот это жесть И так по всему телу Зато контент Лайк поставьте за контент Ну что, ребятки Какой кадр вам понравился больше всех? Пишите в комментариях И также пишите, из какого аниме нам повторить кадры в следующий раз Ну а я пошла готовить новый косплей До новых встреч!